На горячую линию нашего телеканала продолжают поступать сообщения от зрителей. Чаще всего они касаются плохих дорог, благоустройства, некачественных жилых и жилищных условий. Но бывают и исключения. Какие, расскажет Виталий Абрамов. В нашу горячую линию НВК продолжает поступать сообщение якутян. И вот накануне пришло сообщение от обеспокоенной женщины по поводу мигрантов. Здравствуйте. Можете узнать, в последнее время в миграционной, что на Ярославского, резко увеличилось количество мигрантов? Они с раннего утра там кучкуются, постоянно что-то орут. Я живу тут недалеко, и мне страшно самой, и самое главное, за внучку, которая ходит в школу. Узнайте, пожалуйста, когда это прекратится? И действительно, когда мы сегодня утром прибыли туда, на небольшой площадке перед зданием стояло порядка ста человек. В основном гости из Южных Республик. На вопрос, что же тут происходит и почему вас так много, мужчины сообщили, что они собрались, чтобы сдать документы на патент. А работает всего лишь одно окошко. Отмечу, патент – это разрешение на работу в России. Пускай там 4 или 5 окошка сделайте, чтобы эти ребята здесь бардака ничего не будет. А то люди сюда приедут, вот с вечера до утра будут, они сидят и спят здесь. Там все машины, автобусы. Ну пускай они там, чтобы вот не одна окошка, а пускай 2 или 3, хотя бы 4 окошка сделайте. У многих из них заканчиваются сроки, что влечет за собой штрафы. А их южный темперамент, в свою очередь, создает скандалы и крики на улице, которые и пугают наших горожан. В самом управлении миграции ссылаются на сезонность такого наплыва граждан и нехватку рабочих рук, так как все мигранты, которые будут работать этим летом в республике, должны пройти через них. А это 3-4 тысячи человек. У нас в течение двух месяцев такой здесь наплыв. Но так как работает два окошка на прием и на выдачу, в принципе, сотрудников нам не хватает, чтобы с такими объемами справляться. Поэтому и происходят такие очереди. И многие здесь собираются даже не то, чтобы вызвать в очередь, а просто стоят и наблюдают, просто зевакят. В связи с этим, как бы, объявление даем, что оставайтесь только те люди, которые, допустим, на сегодняшний день записаны в списке. И сами граждане ведут свои списки и просто стоят здесь и наблюдают. В общем, виновата наша пресловутая бюрократическая машина. Документы принимаются только до обеда, а во второй половине дня только выдача. Но тут прозвучало уже знакомое многим горожанам, цитирую, самостоятельное введение списков. Все же помнят, к примеру, ежедневные битвы родителей на запись первоклассников школы. И выход же был найден, электронная очередь. Может и тут нужно сделать что-то подобное. А отвечая на вопрос нашей зрительницы, в управлении говорят, что очереди будут примерно до середины июня. Виталий Абрамов, Илья Гуляев, Анвакасаха, Якутск. Виталий Абрамов, Илья Гуляев, Анвакаса, Якутск.